Федерация за всеобщий мир Мы должны найти новую точку зрения на лидерство. Мы должны обрести нечто, что спустило бы нас на землю, но это обязательно должно быть основано на духовных ценностях. Мы стремимся преодолеть границы культуры, цвета кожи, мировоззрения, приводя к диалогу политиков, религиозных деятелей, лидеров гражданского общества для завершения эпохи конфликтов. Эта организация с тех пор, как стала первопроходцем создания нового видения в отношении миротворчества, предложила множество мирных инициатив в самых разных странах, чтобы продвигать идею мира во всем мире. Федерация за всеобщий мир говорит о мире и любви, и это прекрасно. Зачастую с окончанием войны не исчезает корень конфликта. Я считаю, что религиозные сообщества должны способствовать примирению и миротворчеству. Не может быть мира в стране, пока нет мира в верах и религиях. Филиппины в моем лице предложили идею этого глобального межрелигиозного диалога. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, господин Пан Гимон, чем я очень рад, обещал нам полную поддержку. И все государства, члены ООН, должны не думать, из какой страны они приехали, решать общие вопросы мира в мире. Когда мы приезжаем, собираемся на саммит, мы должны забыть, откуда мы приехали, мы какой расы, какой национальности, какие у нас личные там задачи внутренние свои. Мы приехали сюда решать общий мировой вопрос. Если мы решим вопросы мира в мире, естественно, каждый тот же мир обязательно будет мир. Большинство людей в мире, являясь последователями мировых религий, говорят о важности межрелигиозных отношений. Если вы изучите основу христианства или основу ислама, или основу любой религиозной традиции, вы обнаружите, что стерешневые ценности и изделия не те же. Трагично, что произошло возрастание националистических чувств вокруг религиозных традиций. Когда мы говорим о религии, люди могут заразиться фанатическим духом. Если люди начинают отвергать ближнего, более чем видеть сходства, это становится проблемой. Всплотить людей могут, в общем-то, проекты, когда они знают, что мобилизовать на реализацию этих проектов, забывают о повседневных примитивных противоречиях и видят, что они вместе могут что-то сделать. Тогда они думают о сближении в духовной сфере. Федерация за все общий мир призывает новых лидеров в различных сфер деятельности поднимать и рассматривать вопросы, касающиеся нашего бытия. Международная конференция по лидерству представляет фундаментальные человеческие ценности и принципы, разработанные на программах UPF. Это яркая история о яркой жизни. Я лично свидетельствую, доктор Мун путешествует по всему миру, провозглашая очень простую концепцию. О том, что мы все дети единого Бога. Федерация за все общий мир и ее принципы разрешения конфликтов привнесли значительный вклад в дело разрешения конфликтной ситуации на Балканах. Эта миротворческая инициатива заняла правильную и принципиальную позицию, приняла форму важных образовательных программ по миротворчеству. Один из важных вопросов, которые мы рассматриваем, это причина возникновения конфликтов. Мы стараемся понять причину, которая лежит в основе всех конфликтов, которые отражаются в душе и сердце человека. Сердце проблемы человека лежит в сердце. То, что сегодня пытаемся мы с вами продвинуть и пропагандировать, это семья в натуральном виде. Это семья, которая способствует формированию личности человека, формированию хороших нормальных взаимоотношений. Только такая семья способна создать настоящего лидера, который может повести за собой страну, который будет этой стране нужен, который будет этой стране уходить и который сделает для людей благ. Время влияет на дни события, давит, диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия, сильной, свободной, богатой России. Время менять, обещания строптивые, на это сделано здесь и сейчас. На озере Селигер собрался кадровый резерв России. Так называют участников крупнейшего образовательного форума молодежи его организаторы. 50 тысяч самых упорных и старательных со всей России приехали, чтобы доказать, их проект все-таки самый лучший. Мы можем учить детей всего мира тому, что им больше всего нравится, реальным ценностям высочайшего качества. Это весьма эффективный способ проведения программ по воспитанию личности. Он обеспечивает удивительную возможность собраться вместе и разрушить сложившиеся стереотипы и границы. И тогда сердца откроются. Не каждый на поле может стать чемпионом в спорте, но каждый мог бы стать чемпионом в своей собственной жизни. Я сказал бы так, когда мы приглашаем Федерацию за всеобщий мир в свою страну, материалы ее всегда найдут применение для всех. И не только в стенах зданий, но даже это может произойти и на футбольном поле. Сегодня я провозглашаю, что настало время всем нациям и религиям разрушить созданные барьеры. Федерация за всеобщий мир поможет обновить организацию объединенных наций и унести миллионов послов мира повсеместно к осуществлению воли небес, в создании единой семьи под Богом. Мы хотим поздравить господина Муна с его девяностолетием, поздравить человека, очень интересного, неординарного, великого человека, великого борца за мир. И я хотел бы пожелать ему от всего сердца здоровья, долголетия, успехов, чтобы вся ее великая семья и семья всех народов были, шили так, как это сформулировал своих принципов. Господин Муна. 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 Продолжение следует...